В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Кто сказал, что некуда пойти? Где формируется спортивный, здоровый и активный потенциал города Рязани? Спортивный комплекс по функционалу, по разнообразию услуг предоставляемых, он, наверное, для города, если не уникален, то довольно редок. Очередная проверка на профпригодность. Сотрудники ДПС приняли роды на посту. Нашли теплую воду, обмыли ребенка, из носа ему все выкурнули, чтобы он дышал. И все, пуповину мы не перерезали. Внимание! Требуется помощь. Короткая СМС способна продлить жизнь 20-летней Олеси. Почти каждый раз, когда дело касается проступков молодежи, все ссылаются на то, что ребятам просто некуда пойти и нечем себя занять. Болтаются бедные по дворам и закоулкам и находят приключения сразу всем. Себе, родителям и уполномоченным органам. Чепуха. Если спортивный костюм стал ассоциироваться только с конкретными, в кавычках, парнями из соседнего двора, то следующие несколько минут для вас. Есть как минимум одно хорошее место с многолетними традициями, куда не рано и не поздно прийти в любом возрасте. Там научат и традициям, и форму подтянут, и дух укрепят. Со времен античности красота и пластика человеческого тела неизменно привлекали сначала внимание художников и скульпторов, а затем фотографов и режиссеров. Многие родители еще до рождения ребенка ставят своей целью вырастить его здоровым, сильным и умным, но забывают, что для этого и они должны приложить немало усилий. За порцией положительных эмоций мы отправились в один из старейших спортивных комплексов Рязани – дом физкультуры «Буревестник». Спортивный комплекс по функционалу, по разнообразию услуг предоставляемых, он, наверное, для города, ну, если не уникален, то довольно редок. Родители готовы часами терпеливо ожидать своих талантливых чат. Пользуясь моментом, знакомимся сначала со взрослыми. У Ольги, например, два сына, и, несмотря на то, что проживают они всей семьей за городом, регулярно приезжают в «Буревестник». В нашем городе для ребенка пяти лет существует бассейн с адекватной стоимостью только «Буревестник». Во дворец пионеров не берут, потому что рост частный бассейн – это, конечно, золотые цифры, туда ходить невозможно. В мини-бассейне «Малыш» с удовольствием резвятся ребята до пяти лет. Тренеру смело можно давать олимпийскую медаль только за то, что успевает внимательно следить за каждым юным пловцом. Вот наш тренер-инструктор Зарина Григорьевна, она с детьми занимается плаванием. За время съемки мы увидели такое количество маленьких и взрослых, что даже гордость взяла за подрастающее поколение. Ребенку очень нравится, занимаем второй год, и очень, идут с удовольствием всегда. Смотря, сейчас отучились первую смену в школе и пришли сюда. Кто знает, вдруг это милое чудо в махровом халате – будущая чемпионка России. Меня зовут Алиса. Сколько тебе лет? Семь с половиной. А это уже большой бассейн, профессиональный. В нем можно проводить полноценные спортивные соревнования. Этим летом полностью поменяли чашу, то есть основу, положили новую плитку, поменяли лестницы, новые дорожки. Здесь стояли вышки, вот от них остались основы. Мы их сняли, потому что нет необходимости у них. Сейчас новые тумбочки стоят. Как бывший пловец могу сказать, что это, наверное, в Рязани лучшее, что я видел вообще когда-либо. Многие сюда ходят уже по привычке, чтобы не нарушать семейные традиции поколений. Вода замечательная. Сам проверял, когда дорожки натягивал. Обрабатывается гипофлоридом. То есть это не та хлорка, которая была, не знаю, в конце 90-х. На самом деле комфорт в таких учреждениях дорогого стоит, иногда в самом прямом смысле. Замена одной чаши бассейна – технологически сложный процесс, требующий детальной проработки. Но на то он и спорт, чтобы стремиться только к высшему результату. Вкладываем душу в это дело, вкладываем средства. Тут многие вещи, собственно, и силами сотрудников, да, и персонала, и администрации бассейна производятся. Звуки музыки приводят нас в зал к длинноногим гимнасткам. Зрелище достойное даже самых привередливых эстетов. Кстати, по статистике, это на случай, если кто-то усомнится, что у ребенка остается время для учебы, большинство первоклассниц, которые выбрали именно этот вид спорта, являются отличницами. И это их здесь еще сейчас немного, бывает и больше. То есть вы представляете, это вот за один день, какой поток. В то время как их сверстницы проводят время с телефонами и у компьютеров, эти девочки показывают прекрасный пример сочетания спорта и искусства. А это, между прочим, осанка, координация, гибкость, самодисциплина и наличие волевых усилий. И не смотрите, что они такие хрупкие, как перышко. Голова резко, раз, 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 как лампочка. Будущие чемпионки наши. Не надо туда смотреть. Все здесь сосредоточено только на том, что мы о детях заботимся, да, чтобы детям было комфортно, ну и родителям, чтобы за них переживать не приходилось. Сейчас и не подсчитать, какое количество людей прошло через спортивный комплекс «Буревестник». Здесь только в одном сезоне занимаются сотни пловцов, гимнасток, самбистов. Широкая специализация позволяет привлечь буквально все слои населения. В ближайшее время ожидают новую волну пенсионеров. Для них проводятся даже специальные акции. Сам Денис Скрипченко тоже когда-то подавал большие надежды в спорте, но выбрал более рациональную специальность. Спорт всегда тянет, и я за него душой болею, потому что хочется, во-первых, чтобы люди здоровый образ жизни могли вести, да, и позволить себе это, как можно более широкие слои населения могли. И, во-вторых, все-таки у нас здесь тренируются спортивные школы, и спорт высших достижений никто не отменял. Очень приятно всегда участвовать в каких-то процессах, когда в результате ты можешь сказать, что вот, там, грубо говоря, девочки выиграли чемпионат России по гимнастике, они занимаются у нас в учреждении. Скажу честно, как и полагается, журналистам приготовили ложку дегтя. Хотели указать на отсутствие тротуара для посетителей, но не тут-то было. Этот насущный вопрос, оказывается, и без нас был главным на повестке дня долгое время. И уже во второй приезд мы застали бригаду рабочих, которая выкорчевала кустарники под новенький тротуар. Так что смело можно подвести итог. Есть в Рязани сильная команда единомышленников, которая переживает за спортивный, здоровый и активный потенциал своего города. Ну а теперь к серьезным темам. Случаи родов на посту ГИБДД не такая уж редкость. Но если даже мамы, 9 месяцев живущие с мыслью о рождении малыша, не сразу успевают привыкнуть к этому факту, то что говорить о посторонних людях? Мы изучили топа благосферы и выяснили, что чаще всего невольными крестными становятся почему-то питерские сотрудники. А дальше бесконечный список. По всей России взволнованные грядущим пополнением родители устраивают проверки на профпригодность сотрудникам ДПС. Рязань не стала исключением. В тот день инспектор отдельного батальона ДПС Дмитрий Усенков вместе с напарником заступил на дежурство. В это время из Ряжска на собственном автомобиле ехала самая обычная семья. Со дня на день ожидающая пополнения. Никто из участников этой истории и не думал, что именно малыш породнит абсолютно разных людей. На подъезде к посту ДПС у поселка Редкино молодая супруга почувствовала схватки. Будущий папа не растерялся и обратился к лейтенанту полиции. Я к ней залез, она уже, в принципе, ребенок у нее уже родился. Я его приподнял к ней на руки, нашли теплую воду, обмыли ребенка, из носа ему все выкрунули, чтобы он дышал. И все, пуповину мы не перерезали. Через несколько минут не на шутку перепугавший родителей мальчик заснул. В перинатальный центр малыша вместе с мамой доставили с полицейским эскортом. Больше всех в этой ситуации, пожалуй, нервничал папа. Ну, конечно, он там весь на нервах. Он тут искурил полпачки сигарет, пока бегал вокруг машины. Его бедолагу разделили все по поясу, потому что надо было ее чем-то вытирать. Вот с него майку, футболку все сняли, под нее подложили, чтобы это все не вытекало в автомобиль. По словам очевидцев, Дмитрий Усенков действовал так, будто каждый день принимает роды. Хотя в его практике это первый случай. Наша съемочная группа лично убедилась, что с мамой и ее сыном все в порядке. И они благополучно в срок отправились домой. Что характерно, это уже второй аналогичный случай за последние полтора года. Тогда мальчик родился на посту Дягилевский. Если верить приметам, то свою профессию малыши уже выбрали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настолько разношерстное, что теперь и не сказать, кто чаще приступает закон. Бывали случаи, когда вполне успешный человек солидного возраста вдруг подсаживался на наркотики. Под пристальное внимание сотрудников госнаркоконтроля снова попали жители города Кораблино. Картина, представшая взору оперативных сотрудников, не вызывала сомнений в том, чем занимаются хозяева этого неприметного с виду дома. Повсюду пакетики с сомнительным содержимым, а в отдельном углу и вовсе целая домашняя теплица. Лидер преступной группы, в которую входили двое 30-летних мужчин и жена одного из них, фактически создал собственный интернет-магазин по продаже наркотиков. Организатор без стеснения и страха перед буквой закона разместил рекламу своих услуг и реквизиты на одном из пронаркотических сайтов. Лидер группы с помощью сети интернет наладил почтовый канал получения из стран Юго-Восточной Азии синтетического концентрата и изготавливал из него так называемый спайс. Кроме этого, минувшим летом в деревенском доме, принадлежащем второму мужчине, они совместно оснастили комнату теплозаберегающим материалом, системой вентиляции, освещения, климат-контроля и занялись выращиванием элитных сортов конопли, семена которой заказывались в Китае. Подозреваемых задержали всех сразу. Отпираться при таком количестве улик никто из них и не пытался. Сообщники успели приготовить к продаже спайс, а также были обнаружены конверты почтовых отправлений из Китая, Малайзии и Сингапура со остатками реагента. Намерение злоумышленников подтверждала и переписка, обнаруженная на компьютере. Сейчас основному фигуранту инкриминируются три факта контрабанды наркотических средств. К другим темам. На днях рядом с детским садом номер 2 по улице Урицкого найдено тело мужчины. Погибший оставил предсмертную записку, но в расследовании еще много белых пятен. Установлено, что погибшим является уроженец Рязанской области 1976 года рождения. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. По словам очевидцев, на газовой трубе на участке рядом с детским учреждением был отчетливо виден кусок веревки. Расследование уголовного дела продолжается. Болезнь, увы, не спрашивает, сколько нам лет и какие у нас планы на жизнь. Она приходит внезапно и рушит весь привычный уклад. В программе «Вызов принят» мы, как правило, рассказываем о том, чего уже нельзя изменить. Но этот сюжет мы готовили к эфиру с одной единственной целью – чтобы по мере возможности помочь 20-летней Рязанке справиться с ее бедой. Пока еще есть время. Зовут эту улыбчивую девушку Олеся. Еще недавно она активно бралась за любое новое дело. От работы в школьном парламенте и выступления за баскетбольную команду до организации концертов и мероприятий. Она рисовала, вышивала, путешествовала и никогда не жаловалась на здоровье. А еще упорно шла к заветной мечте – стать врачом. Никто из близких и друзей не думал, что помощь понадобится ей самой. В июне этого года после успешной сдачи экзаменов за второй курс Олеся поехала к бабушке. Неожиданно поднявшуюся температуру и недомогание дома списали на обыкновенную простуду. После похода к доктору и анализа крови стало ясно, что медлить нельзя. Олесю госпитализировали в областную больницу, а спустя короткое время перевели в Москву. Войный госпиталь имени Бурденко для уточнения диагноза. Оказалось, у Олеси острый, миелобластный, нетипичный лейкоз. Сейчас фонд «Подари жизнь» активно помогает Олесе Мачуле встать на ноги. Мы связались с представителями фонда по телефону и лично убедились, что собранные деньги не уйдут в никуда, будут направлены на лечение конкретной пациентки. Судьба дважды сыграла злую шутку. Пока шло обследование, девушке стало намного лучше, и ее выписали домой. Но буквально через пару недель стало ясно, борьба с нетипичным лейкозом будет сложной, и в одиночку семья Олеси с ней не справится. Скорее всего, потребуется пересадка костного мозга. Младшие братья девушки уже сдали анализы на возможность стать донором. Однако только первый этап лечения, рассчитанный примерно на 4 месяца, будет стоить 6 137 000 рублей. Для многодетной рязанской семьи это астрономическая сумма. Но каждый из нас может помочь. Все, что нужно, отправить смс на короткий номер 6162 со словом «Олеся» и указанной суммой, например, 500 Олеся. Одно коротенькое сообщение на номер 6162 способно продлить жизнь 20-летней девушки. Этот сюжет с информацией об Олесе вы сможете найти на нашем сайте город62.tv. Программа «Вызов» принята от 15 октября. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде. На сегодня все. Если у вас есть интересные темы для новых сюжетов, звоните в нашу редакцию по телефонам 720020 и 720021. Будем разбираться вместе. Удачи и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин